Всем привет! Вы на канале Рецепт Ко и в этом видео мы приготовим с вами очень необычный торт, потому что коржи будем выпекать на сковороде. Все ингредиенты вы найдете внизу в описании. Для приготовления нам понадобится 240 г муки, 120 г сахара, 30 г какао, 65 г сливочного масла, 2 столовые ложки меда, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды и щепотка соли. В небольшую кастрюльку отправляем сахар, какао, щепотку соли, 1 яйцо, масло сливочное, мед. Все ингредиенты перемешиваем между собой. Отправляем кастрюльку на плиту и все нам нужно довести до кипения. Как только смесь закипит, сразу снимаем ее с огня. Кипятить нам ее не нужно. Снимаем с огня и добавляем соду. И быстренько все перемешиваем. Масса у нас посветлеет и увеличится в объеме. Теперь остужаем до комнатной температуры. Затем просеиваем муку. Замешиваем ее лопаткой. Потом, когда уже будет тяжело вымешивать лопатку, отправляем всю оставшуюся муку на стол и вымешиваем руками тесто. С таким тестом работать одно удовольствие. Оно очень приятное, мягкое. Как только вся мука собралась в тесто, делаем небольшую колбаску и делим на ровных 8 частей. Затем заворачиваем в пищевую пленку. Убираем в холодильник минимум на 2 часа. Припыляю стол мукой и раскатываю 1 кусочек теста. Очень важный этап. Нам не нужно его слишком-слишком тонко раскатывать, потому что, когда мы будем жарить эти коржи на сковороде, они могут ломаться. Накалываем коржи вилкой. Отправляем корж на сухую, хорошо разогретую сковороду и накрываем крышкой. Очень важно, сковорода должна быть с антипригарным покрытием. У меня с одной стороны на медленном огне он жарится 2,5 минуты. Затем я его переворачиваю, потом уже крышкой не накрываю. Он у меня еще жарится 20 секунд. И выкладываю на решетку. Теперь приготовим крем. В миску отправляем сливки, добавляем сахар. Взбиваю сливки до плотных пиков. Затем добавляю сметану. И все еще раз хорошо перемешиваю. Крем готов. Теперь будем собирать тортик. Блюдо я немного смазываю кремом, для того, чтобы торт хорошо закрепился на блюде. Теперь выкладываю корж, 2 столовые ложки крема и опять корж. И так собираем весь тортик. Оставшимся кремом смазываем бока. И у меня был один корж, который я его измельчила в крошку. И теперь я присыпаю бока торта. Сверху я украсила торт шоколадными гранулами. Вот такой вот тортик у меня получился. Он очень-очень вкусный. Долго пропитывать его не надо. Достаточно, чтобы он в холодильнике полежал 2 часа. И коржи уже мягкие, пропитанные. Очень вкусный тортик получился. Обязательно попробуйте приготовить такой тортик. И еще очень удобно, что для этого торта нам абсолютно не нужна духовка. Все мы приготовили при помощи сковороды. Если вам понравилось такое видео, то поставьте лайк. И обязательно не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok